Дикого зверя в охотугодиях Солонежинского района, если приглядеться, можно увидеть прямо с дороги. Вот сибирская косуля. Пасется на склоне заснеженной горы недалеко от проезжей части. И именно парнокопытные чаще всего становятся добычей браконьеров. Благо, что сегодня животные оказались не под прицелом ружья, а в объективе нашей видеокамеры. Скрывшись за березовой рощей, косули убежали, чего в начале декабря не смогли сделать их сородичи. Сначала открытие сезона охоты на территории Солонежинского района уже поймали двух браконьеров. Их добычей стали сибирские косули. Так на днях егерь Александр Камынин услышал выстрелы и незамедлительно отправился на предполагаемое место забоя. Выбрали хороший момент и подошли внезапно и все. Убийцей дикого зверя оказался местный житель. Подозреваемый не стал отрицать свою вину. Да и смысла в этом просто не было. Неоспоримые улики, патроны, ружье и сама туша. И теперь мужчине придется отвечать по всей строгости закона. За незаконную добычу косули, более одной особи, сейчас уголовная ответственность. То есть там статья 258 незаконная охота. И санкции там уже очень приличные до реального срока. То есть штрафы большие. Также иск за возмещение вреда, значит, это иски за косулю, допустим, самец, если добыт незаконно. 120 тысяч за самку, 200 тысяч рублей за одну особь. За последние пять лет число браконьеров в Солонешинском районе значительно сократилось. Благодаря регулярным рейдам в охоту годиях удалось навести порядок и сохранить популяцию, в том числе, сибирской косули. Большая заслуга в этом представителей общественной организации охотников и рыболовов «Вольница» Солонешинского района. Они отвечают за территорию почти в 200 тысяч гектаров. В рейды выезжаем частично, выезжаем с сотрудниками, привлекаем и физические силы. То есть рейды вообще регулярные. И круглосуточные, и ночные, и дневные всякие. И с применением снегоходов постоянно в рейдах. Накануне Нового года рейды в Солонешинском районе будут проводить еще чаще, чтобы у браконьеров даже не было возможности подойти к дикому зверю. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. КОНЕЦ nuestros регионеры. Иван Зайблицкий. Продолжение следует...